В Анналиновской школе Сил Ламяя на этой неделе проходит общегородской конкурс выразительного чтения стихотворений. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся первых 12 классов школ города. Этот конкурс является доброй традицией и проводится уже более 15 лет. Победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками. Мероприятие проводится при финансовой поддержке городской управы Сил Ламяя. Слово автору проекта. У нас сложилась такая замечательная традиция проводить городской конкурс выразительного чтения стихов. И, в общем-то, сложилась традиция не только благодаря нашей школе, а еще городской библиотеке, потому что они начинают проводить этот конкурс в октябре месяце. А мы, чтобы поддержать интерес к поэзии, проводим его в конце учебного года. На сей раз у нас проходит конкурс два дня. Вчера читали ребята с первого по четвертый класс. Я получила огромное удовольствие, потому что ребята не только выучили большие некоторые стихотворения, а когда жюри подводило итог, время у нас было свободно, я предложила ребятам почитать еще стихи. И вы не представляете, не было желающих отбоя. Некоторые по два, по три стихотворения выходили и читали. Читали на русском, звучала на украинском языке. Девочка с пятой школы прочитала. И ребятам самим понравилось, понравилось нам, учителям. Я испытала истинный восторг от того, что дети учат стихи и столько много знают. Поэтому хотела сказать спасибо не только учителям, но и родителям, потому что они тоже прививают любовь к поэзии. А сегодня у нас ребята уже старших классов, вернее основной школы, с пятого по седьмой отдельно будут номинации идти, и потом с восьмого и кончая гимназии, там ребята уже постарше и стихи другого плана, другого уровня будут. Ребята волнуются, конечно, вы видели, волнуемся мы, но это очень важно, что они учатся читать стихи и выступать перед публикой. В преамбуле нашего конкурса я сегодня сказала, что стихи надо учить. На открытии памятника к столетию Александра Сергеевича Пушкина драматург Великий Островский, который написал 63 пьесы для русского театра, сказал на открытии замечательные слова, что с Пушкиным умнеет все, что может поумнеть. А я считаю, что с хорошим поэтом все могут поумнеть. И почему? Да потому что поэт, настоящий поэт, он дает и мысли, и формулы этих мыслей. Он увеличивает душу, он улучшает помыслы людей. Умирает поэт. И, казалось бы, не с кем чувствовать и не с кем мыслить. Но остаются стихи поэтов. И очень важно научиться беречь поэта при жизни. А посмертная слава, как вот говорила автор Надка Белкина в книге «Скрещение судеб», посмертная слава придет к нему и без нас. Но я считаю, что посмертная слава только до тех пор будет жива, до тех пор, пока дети, мы будем учить стихи. Вот сегодня у нас 42 человека читают. Вчера тоже 42 было. Это, конечно, большое количество. И я хочу сказать большое спасибо. Вот, извините за тавтологию, да. Спасибо и родителям, и учителям, и вот членам жюри, которые принимают участие и помогают популяризировать поэзию в школе, в городе, в семье. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.